В предыдущем эпизоде Life is Strange... Убери пушку, псих! Э, нет! Ого, что это за хуйня? Ты сделала что-то плохое, расскажи мне. Привет-то, Виктория. Чего тебе, Макс? Я вижу, что всё происходит в Блэквилле, понимаешь, о чём я? Нет. Уоррен, это должно остаться между нами. Прозвучало обидно Макса, рассказывай. Эй, не трогай его. Макс? Хлоя? Как же я тебя, кстати, встретила. С возвращением, Макс. Эй, Рейчел Эмбера, объявление о розыске, развешанной по всему Блэквиллу. Полгода назад она просто уехала из Аркадии, не бросив и слова, но бросив меня. С ней что-то случилось. Это что, травка? Говори правду, это приказ. Я не теряла сознание, у меня было ещё одно видение. Торнадо разрушит город. Макс, расскажи мне обо всём. Всем привет, ребятки, добро пожаловать. Мы продолжаем играть в игрушечку Life is Strange. В принципе, усаживайтесь поудобнее, берите всяких вкусностей. Сегодня у нас будет второй эпизод игры. Ну, а если ты по каким-то причинам пропустил первый эпизод, то срочно беги смотреть его, чтобы быть в курсе всех событий. Окей, значит, мы можем проснуться. В принципе, давай проснёмся. Ага. Мы это у себя, короче, дома. То есть, в общежитии. Если что, наша главная героиня живёт в общежитии. У неё отдельная комната, так же, как и у всех. Мы, короче, во второй серии ходили у неё по общежитию. Также были у неё в комнате. Довольно-таки у неё такая интересная комната. Вот её показывают. Окей. Довольно-таки приятная музычка играет. Лайф и Стрэндж эпизод 2 в разнобой. Ну, главная героиня чисто это спит после вчерашнего тяжёлого дня, который у неё произошёл в первом эпизоде. Окей. У нас играет какая-то музычка. Окей, мы можем проснуться. Я так устала после бессонной ночи. Конечно, я могу перемотать время, чтобы ещё немного подремать. Но лучше поберегу свои силы. Окей. Никакая перемотка времени не поможет мне с гигиеной. Я всё ещё должна умыться. Окей. Хорошо, значит, вот наша главная героиня. Её зовут Макс, если кто не знает. Ну и мы, в принципе, продолжаем. Окей. У нас два каких-то смс-ки уже приехали. Окей, давай смотреть. По рукам приятный... Чё? Подожди, стой, стой, стой. По рукам приятный иметь услуг. А, иметь слуг. Пора валить, госпожа. Завтрак не ждёт. Безумная Макс, ты меня игноришь. Я ведь говорила тебе, никогда в жизни... Никогда в жизни. Никаких смайлов. Увидимся в кафе через 40 минут. Я буду там. Окей, я буду там. Не опаздывай. Я буду знать, что время не на твоей стороне. Ты ж позволила моему уродчему... Уродчему... Меня спалить. Уже в пути. Ты само зло. 40 минут, а то убью. Окей. Мама чё-то нам пишет. Окей. Привет, солнышко. Надеюсь, ты не забываешь поливать растения, которые мы тебе дали. Только не затопи его, мамуля. Окей. Да, мы, короче, это не забываем. Давай-ка польём его, в принципе, ещё. В прошлой серии мы его поливали. Окей. Вообще... Так, окей, хорошо. Вообще, с чего начинается утро? Ты стоёшь в кровати и идёшь мыться в душ. Ну, лично я так делаю сразу, иду мыться в душ. После этого завариваю кофеёк и иду завтракать. Так, подожди, а где у нас душ? Подожди, мы можем выйти. Подожди, но давай сначала... Мы можем использовать зеркало, окей. Я помню, мы достижения получили в Стиме, когда вот в зеркало смотрели. Так, вау, именно так выглядит человек, всю ночь изучавший квантовую физику. Так, можно использовать телефончик. Так, а нафиг нам это использовать? Подожди. Так. Чё ещё у нас есть? Эээ... DVD. Давай-ка DVD посмотрим. Интересно, хоть один из этих фильмов основан на реальных событиях? Охрен его знает. Я не знаю, зачем ты задаёшься такими мыслями с утра. Мне вообще просто по барабану. Я так соскучилась по походам на игры с папой. Вперёд, бульвестники. Да, ты уже это говорила. Прошлой серии. Какой ты из этих. Так, окей. Было бы здорово, если бы мы собрали народ и сыграли по-настоящему без всех этих скандалов. Чё у нас тут? Мистико зачарованной карты, 159 карт. Окей. Хорошо. Чё ещё? Можно музыку. Ну, музыку мы это не будем останавливать. Так, эти фотки мы видели, короче. В принципе-то. Так, давай-ка включим. Подожди. Можно же... Вот эту штуку можно включить. Или как... Ладно, одеяло так. Застелить кровать. Плохая из меня бунтарка. Я люблю, когда моя кровать застелена и ухожена. Спасибо, ма. Окей. Чё, камера? Сделать? Давай сделаем селфи, почему бы и нет. Только без улыбок воспринимай свои силы серьёз. Прикольно. Надеюсь, там сзади призрака никакого не будет. Окей. Так. Чё у нас тут? Книжки. Чё за записки? У меня глаза слепаются, но посему это должно быть научная обезьянка. Главное найти. Ага. А, это ты решила. Это, короче, знаешь, не вчера было. Как бы через несколько дней. Вот неделя прошла. Вот. Как бы после того, как мы закончили первый эпизод, именно в игре неделя прошла. И как бы они успели уже повеселиться, подружки и так далее. И вот, короче, она даже успела составить какие-то тут интересные вот такие дела. Окей. В принципе, погнали. Значит, нам надо умыться вообще. Мы чё-то тут ещё до сих пор в комнате. Так. Принадлежности. Стой, подожди. Так. Давай взять. Давай возьмём. Ну что, Макс? Потопали в душ. Погнали. Как? Несерьёзно. Не забудь, что они нужны мне до вечера. То есть уже сейчас. Твою мать. Какая ты уже тут, тётка, топчется. Да, конечно, Виктория. Я всё тебе принесу. Так, где душ? Комната Кейт. Где, мать твою, душ? Подожди. Может, это душ? Блин, мы в таком виде тут ходим. Смешном, домашнем. Объявление. Так, объявление мы видели. Так, чё у нас там за окном? Пока всё нормик. Комната Брук. Комната Виктории. Так, вот все с прошлой серии, люди. Все с прошлой серии. Окей. Туалетная бумага. Если бы я быстро перемотаю, то смогу остановить это происшествие. Чё, да ну нахер. Да ну... А чё, зачем? Хотя, не-не-не, стой. Не надо, нахер. Нахер. А зачем? Стой, стой, стой. Спокойно. Хер его знает, зачем мы это сделали. Ну да ладно. Так, доска. Так, душевая. Ну, конечно, можно войти. Чё-то, наверное, кто-то сидит тут. Или что? Ну, конечно же. Наши подружки. Вонючие. Нахер нам говорить с ней. Не буду я с ней говорить. Погнали в душ. Привет, Макс. С нами сама заговорила. Привет, Кейт. Как ты? Я тут. Спасибо, что заступила за меня вчера. Да, мне... Для меня это важно. А, не неделя прошла в игре, извиняюсь. Конечно, у этого парня свои соскоки. Здесь все с соскоками. Кстати, Макс, моя Октябрьская страна всё ещё у тебя? Какая Октябрьская страна? Да, конечно, потрясающая книга, но думала, что Бердбери настолько поэтичен. Ты можешь сегодня вернуть её? Всё, мне нужно сделать пару пометок для занятий. Конечно, принесу я тебе её чуть позже. Ага, всё, дай нам помыться. Так, окей. Всё. Ко мне не заходить, я моюсь. Прикольно. Мало в каких играх показывают мытьё главного героя. Интересно. Чё это она тут, это... Она что-то задумала, наверное. А, это не она. А, вот это сволочь. Это Кейт, господи, я перепутал. Сорян. И всё. Но там видео ты занималась явно не домашкой. Чего? Виктория, это была не я. Ну да, конечно. Вот это сволочь. А я перепутал тут. Да не стесняйся, кстати, на видео ты отпадно работала язычком. Чё, блядь? Когда-нибудь в этом вы пожалеете. Теперь ты знатная интернет-шлюшка. Ах, какая жалость. Уверена там оторвалась, похоже, ну на то. Ну что, Нейтан, накачал её дурь, видимо, была знатная. И не говори, сестрица. Чёрт, Караска, до сих пор не отмылась. Вот эта сволочь вообще жёсткая. Мы верным приспешницам явно не спешили принести полотенце. Приспешницу, блядь, в неё. Мы бежали со всех ног, хватит оправдаться, Тейлор. Ну теперь я знаю, попаду в беду, вы с корней пальца не пошевелите. Идут и тусуйтесь с Кейт. Так, чувствую, нам надо перематывать время ребятки. Либо что-то делать, я не знаю, что-то... Да, она просто чудила с дурацкой камерой. А, про нас говорят. Ненавижу её привычно фотографировать всё, что под руку... Слушай, а давай ставим ссылку на видео с Кейт, чтобы все увидели её в действии. Такая злобная сучка, обожаю тебя. Ты реально злобная сучка. Вот эта злобная сука просто вообще жёсткая. А вот эта девушка, которая стояла, чистила зубы, она... Я случайно перепутал этих двух героинь. Короче, она... Ну, к ней охранник, короче, приставал. Мы, короче, её спасли. И вот, это было вроде во второй, либо в третьей серии, уже не помню. Окей, хорошо, здрасте. Я должна одеться и отнести Кейт её книгу. Так, окей, время мы перематывать нахрен не можем. Так, мы можем использовать раковину. Давай умоемся. Эй, выключи кран! Прости, забыла. Какой нахер кран? Так, что это? Что это такое? Я пока сухая, спасибо. Так, выдержи... А, так, это мы видели. Окей. А кто там? Кто там ходит? Или кто там в этом душе стоит, моется? Окей. Ричел шлюха. О, так. Стереть. Если это... А, а то водит бы меня человек просто в видео... Окей. О, ага. Может это иметь последствия. Хорошо. Хорошо, что мы стерли. Окей. Сглянуть. А подожди, а чё за... Дыра в другую вселенную. Так, окей. Чё это? Последний раз, когда мне вкололи вакцину от коронавируса... Погоди, чё тут? Сделай прививку от гриппа, пока ещё не возначили. Заботу о своём иммунитете сегодня. Ну, прикольно, окей. Так, чё тут? Уже кто-то ходит? Наверное, ищут нас, да? Либо что? Объявление о пропаже. Ну, это мы видели. Здорово, подружки. Чё у нас тут? Какие-то вещи. Взглянуть можно. Костюм чирлидерши. Прикольно. Ладно, окей. А, неважно, в принципе. Какая-то вот эта тётка. Комната Тейлор. Чё? В основном, ничего такого интересного. Окей, погнали, пробежимся. А, значит... Войти... А, так. Окей. Хорошо. Так, чё это? Этого же не было. Никто не сможет шутить со мной, сучка. Да ну нахуй. Я тоже... Ну, с этим поступал в Блэкл. И мне что, теперь придётся всё это оттирать? После того, как я найду книгу Кейт. Твою ж мать. Чё ты комнату-то не закрываешь? Давай-ка это... Отмотаем время вспя... Окей. А, в смысле? Погоди, ещё давай. Ещё давай, вперёд. Чё не стирается, алё? Твою ж мать. Ладно, короче. Сори. Уйти, одеться и донести кейт книгу. Стой, блин! А можно вперёд время мотнуть? Чё это за херня? Это может было бы назвать искусным, но не эта мерзость с такой извращением гадкой. Ни херашечки вы, чё тут? У нас какой-то недоброжелатель появился. Чёрт, это точно Нейтан. Говорила же мне Хлоя, не стой, докладывайте на него и директору. Никто не смеет шутить со мной. Нихера подобного. Знаешь? Так, подожди. Конечно, на моём столе то это ещё семинарник, но я уверена, что книги здесь нет. Погоди, а где твои книги? Бумаги. И тут её нет. Подожди, зачем я время отмотал? Нам надо было стереть там запись кое-какие в душе. Тут книги нет. Так, оденься. Думаю, как обычно, надену футболку и джинсы. Кстати, у Эйнштейна был один, тот же сам гостюм на каждый день недели. А он даже время не умел перематывать. Окей. Где? А где ты можешь прятать свою, эту книгу? Так, тут нет, тут нет. Тут вряд ли. Тут тоже мы смотрели. Вот здесь мы не смотрели. О, да. А, ну конечно, ты ж пролила газировку на книгу Кейт. Что ж ты такая неумёха? Неумёха, неумёха, неумёха. Так. Передвинуть. И зайдет дрянная газировка. Так. Ага. Ага, проворная книга попалась. Великолепно. Подожди. Я могу наконец вернуть Кейт книгу, как будто смысл волноваться, что опоздаю. Окей, теперь у меня много времени. Так, стой. Окей. Так. Подожди. Душевую зайди. Вот это сотри, пожалуйста. Вот это стереть надо. Хе-хе-хе. Если это... Ага. Окей, всё. Великолепно. Так, теперь... Какие у нас задания, Кейт? Где Кейт? Комната Кейт. Вот. Кейт? Кейт, ты там? Да. Да, я здесь. Входи, Макс. Окей, давай, входи, в принципе. Чё у нас тут? Вот и сидит наша подружка. Давай поговорить. Эй, привет, Кейт. Я принесла твою книгу. Макс, почему ты заступалась за меня вчера? Ненавижу... Ненавижу задир. Дэвиду Мэддисону стоило бы вспомнить о манерах. Согласна, приятно, что тебе не... Я тебе не безразлична. Кейт, мне правда, мне всё равно. Так что у тебя за история с Дэвидом. Ну, он законченный параноик. Считает, что я имею отношение к циклону. Да, уж, конечно. Так, ты была с ними на вечеринке? Ты тусовалась с ними? Я пошла на их вечеринку вопреки голосу разума. Такие мероприятия не для меня. Ты представляешь, насколько это унизительно для меня? Я понимаю, что это тяжко, Кейт, но... Расскажи мне об этом видео, и, быть может, я смогу помочь. По сути, я пошла на одну единственную вечеринку циклона. Перецыла с кучей людей. И, короче, ничего не помню. Зачем ты пошла? Минутная слабость. Я просто хотела познакомиться с новыми людьми. Ты должна рассказать мне больше, что случилось на вечеринке. Ты пила? Клянусь богом, я сделала один глоток красного вина, и потом пила воду. Такого не... Такого не пьянеют. Это недостаточно, чтобы напиться. Я не напивалась никогда. И в церкви пила вино, но никогда не заканчивала, как на том видео. Тебя могли накачать чем-то. Я помню, помню, как у меня закружилась голова, и мне стало плохо. Продолжай. Потом Нейтан Перескотт сказал, что отвезет меня туда-куда-то. Насколько... И ты пошла? Точно нет, но я не уверена, где была. Что запомнила? Я помню только, что мы долго ехали, а потом я очнулась в комнате. И она была светлая и белая, поэтому я решила, что мы в больнице. Продолжай, я слушаю. Кто-то говорил со мной спокойным голосом. Я думала, что это врач. Пока не услышала Нейтана и не почувствовала острый укол в шею. И... 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 Это все, что я помню. Я не знаю, что произошло. Я очнулась у себя под дверью на следующий день. Никаких отметин для синяков не было, но я чувствовала себя отвратительно. Так кто же тогда снимал видео с твоим участием? Без понятия. Может, Виктория, она была там, в своем любимом амплуа. Боже, Кейт, мне так жаль. Я... Это просто жопа. Как мне избавиться от того видео? Оно распространяется. Я знаю, если его увидят в моей церкви, мне нужно что-то придумать. Кейт, мы во всем разберемся. Я проведаю тебя позже, ладно? Спасибо, Макс. Ты можешь оставить мою книгу здесь, рядом с моей... Че? Рюкзаком? Окей. Блин, пипец. Вот девочка попала. Вообще жестко. А, рядом с сумкой. Окей. Макс, можно задать тебе вопрос? Только, пожалуйста, ответь честно. Конечно, Кейт, все что угодно. Мне нужно понять, помог ли Нейтан на той вечеринке или навредил. Ой, он, наверное, может мне пойти в полицию. Нужны доказательства. Сделай, что и они тебе не поверят. Ты зажигаешься с теми парнями. Видео будет использовано против тебя, и это плохо. Но я не знаю, что мне накачали. Это должно доказать ты, не они. Я просто говорю тебе, как копы, и Академия воспринимает эту ситуацию. Видео не подтверждает твоего слова. Ты не оставляешь мне надежды? Нет-нет, Кейт, я просто не хочу, чтобы ты еще больше пострадала. В данной ситуации это невозможно. И твой ответ... Я думаю, что нам следует подождать. Открываются другие детали, которые помогут помочь тебе. Ну сейчас, значит, я буду ходить по коридорам, а люди продолжат называть меня интернет-шлюшкой. Спасибо, Макс. Стой, подожди. Скорее всего, нам надо опять отматывать время вспять. Стой, погоди. Хорошая работа и так, и... Но без доказательства нам нечего делать. Отматывать так, чтобы вообще прям было вообще жестко так. Окей. Обычно Кейт играл на скрип каждое утро, но на прошлой неделе она перестала. Кейт совсем одна, и никто не помогает ей разобраться с этой историей. Надеюсь, мать не останет от нее. Кейт, нам с отцом позвонил директор Уиллс и рассказал про тебя и какое-то видео с вечеринки. Наши опасения по поводу твоего поступления в Беквелл протвердились. Прошу позвонить нам сегодня после занятий, чтобы мы смогли обсудить это. Мы надеемся, ты не опозорила себя и нашу семью. Мы будем молиться за тебя и ждем, что ты будешь молиться о прощении. Твою мать. Да, твоя мать. Блин, ну вот иногда можно ошибаться. Окей. Обычно в комнате Кейт стиральные часа. Сейчас же по меркам здесь свинарник. Охереть. Брошюра. Может, и Кейт раздвоенная личность и верится днем тусовщица ночи. Так, окей. Кейт в своем Библии даже пометки делает. Так, окей. Разовый день у меня церковь. Так, окей. Хорошо. Че у нас тут фоточка какая-то? Черт, это даже типичная американская зомби-семейка. Здесь слишком по-эмовски. Кейт не была такой мрачной до недавних пор. Так, уже почти забыла улыбку Кейт. Нихорошечки. Ну, блин. Представляю, вот это жестко для... Конечно. Так, рисунок какой-то. Господи, наверное. Наверное, Кейт проходит период Григера. Интересно, окей. Оу. Че она забыла добавить про... Проклинает ее. Дорогая Кейт, ну, святой не дьявол не смогли бы подготовить меня к тому, что ты сделала на этом видео. Подобные издевательства ты перестала перед лицем Господа в своем блуде. Сей церковью мы будем молиться, чтобы Бог спас твою душу от вечного огня преисподней. Тетя Марш. Нихерашечки уже даже церковь эту херню увидела. Можно фото сделать. Кролик красивого. Ты не против, кролик? Окей. Хорошо. О, получено достижение. Круто. Круто. Вообще обожаю. Такого милого кролика еще не видела. Уверена, Кейт, хорошая мама. Да, милый кролик. Открытка, ведро. Давай взглянем все. Сколько слез она истратит еще на одну коробку салфеток. Я не знала, что Кейт зависит с Алицией и Стеллой. У Кейта вправду заботливый отец. И свет во тьме светит, и тьмань, и объяла его, что-то там, Кейт, ты всегда будешь моим светлым лучиком во тьме. Ага. Окей, в принципе-то тут что у нас? Представляешь, мы... А так выйти мы не можем, так что взглянуть? Почему она закрыла зеркало? Смотреть на... Все это... Вообще... Смотреть на себя, наверное, не может. Окей. Лисунки Кейт отлично бы подошли для детских книг. Все такое весело, яркое, позитивное. Окей. Хорошо. Значит. Так. Может мне пойти в полицию? А, давай пойти в полицию, скажем. Да, тебе стоит обратиться в полицию, Кейт. Я верю каждому твоему слову. Нейтан Преско, ты вправду опасен. Благослови тебя Бог, Макс. Я пойду в полицию еще к директору Улсу. Если ты будешь моим свидетелем, не поверят нам. Свидетелем, я, конечно, тебе верю, но... Может, нахер для копов и академии мы лишь ненормальные студенты? Я просто хочу, чтобы мы проявили осторожность. Почему осторожность? С чем? Преско, ты могущественная семья. Я просто надеюсь, что нас это не заденет. А, что это нас, богатый засранец... А, нам это отметит того факта, что богатый засранец заработал плохую карму. Он получит по заслугам. Да не переживай, все хорошо будет. Только вот вообще, жесть там какая-то у тебя на видео, наверное. Ладно, не переживай. Ничего, в принципе. Ну, а если по правде... Притормози, Макс. Ты и вправду посоветовал, окей, пойти в полицию и к директору? Да ну нахер тебе. Даже после смс-ки с угрозой теперь полиция точно будет висеть у тебя на хвосте. Нахер, 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 нахер. Так, подожди, сумка. Так. Кролик, окей. Стой, лучше вот смотри, вот так. А потом нужны доказательства, понимаешь? Да, нужны доказательства. Окей. Хорошо, вот это уже будет получше. Все, выходим, нахер, нахер нам это все дело. Так, теперь какие у нас далее задания? Нам что-то какая-то смс-ка приходила, давай-ка посмотрим. Скрытый номер. Держи рот на замке, иначе тебе не поздоровится. Я знаю, где ты живешь. Ах, хер тебе тут. Вот, черт, теперь мы еще и... Анонимная угроза приходит. Этому нет конца, наверное, это Нейтан. Макс, еда. Окей. А, еда, два кита, приходи. Не сломай пальцы, а телефон. Ура, завтрак. Никаких смайлов. Два кита, окей, хорошо. Так, подожди. Так, хотя это может быть кто угодно. Теперь мне нужно быть вдвойне осторожным, иначе нарвусь на серьезные неприятности. Это точно. Будьте аккуратнее, если я еще не нарвалась. Окей, подожди. Вот тут мы эту херню стерли вроде как. Угу. Да, вот тут мы стерли эту штуку. Хорошо. Так, нам нужно направляться в кафешку. Давай, кита, в принципе, погнали. Погнали побыстрее. Ой, плохо. Нам и вообще какие-то уже первые проблемы уже какие-то начались. И нас, короче, комнату нашу испортили какими-то граффити-ми плохими. Плюс еще смски, всякая херня, окей. Да похрен. В принципе, я думаю, мы сможем против этого всего. Противостоять вот так птица. Самуэль. Привет, Самуэль. Ты что-то рановато. Ох, привет, юная Макс. Я обожаю раннее утро. Все такое тихое и спокойное. И зверушки словно просыпаются вместе со мной. Так. Животные. Милые зверушки в лесах. Вот это я люблю Аркадию Бэй. Белки всегда показываются утром в поисках еды. Я слышу их шепот. А какие лесных зверей встречала ты? Ничего особенного. Судя по всему, ты знаешь больше. Поговорим позже. Не буду мешать твоему утреннюю ритуалу. Еще увидимся. Обязательно. Окей. Хорошо. Погнали. Так, это что? Это кто? Вот это. Тейлор. Да ну нахрен. Не хочу ни с какими Тейлорами говорить. Это отец Нейтана. Пишу, чтобы дать вам знать, что попытки оговаривать и шантажировать моего сына приведут к множественным встречам с адвокатами и юридическими последствиями. Вы не первый студентка в Блэквилле, который пытается это сделать. Надеюсь, что последнее. Расценивайте это как последнее вежливое предупреждение. Ни хера. Ой, гады. Блин, я даже не думал, что это последствия, которые мы сделали в первой серии, зайдет аж так далеко. Общее житие Прескотов, боже право, и моя общага принадлежит семье Нейтана. Макс, иди сюда. О, как ты, чувак? Уоррен, что ты делаешь? А, да ничего, жду звонка. Ну, я же ответил на него. Короче, хотел поболтать о вчерашнем. Было жестко. Это было жестко. Все как быстро произошло, я твоя должница. О, да, это точно. Этот мудак здорово мне накостылял. Я прям личный супергерой. Прикольно. Ты и правда герой дня. Дал отпор хулигану, это круто. Хоть ты и бросила меня, сбежав с той девушкой, а она крутая, откуда ты ее знаешь? Хлоя Прайс, старая подруга. Да не, подожди, надо было по-другому. Мы довольно долго не виделись. Ты, наверное, была очень счастлива, когда что-то прикатило к тебе. Ах, да, кстати, почему Найтан Прескотт на тебя взъелся? Я спалила его. Я вчера спалила его в туалете с пистолетом. Боже, я тебе все расскажу. Рейкет Уудлс об этом позаботится, надеюсь. Ну, ебанутая неделька. Что один... Кстати, об антитопиях автономных кинотеатров устраивает марафон по планете обезьян. Ну что, поедем обезьяничать? Эм... Ну, давай, да, в принципе. Да, именно это мне нужно. Как же мне нравятся старые фильмы про обезьяна. Вообще, ржачка. Что ж, это было куда легче, чем я думал. Класс, потом напишу все подробности. Стой, 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 стой. Мне... Я хотел по-другому ответить в кое-каком вопросе. Рейк, Уоррен, что ты тут делаешь? Ага. Да, было жестко. Окей. Окей. Сейчас вот эта знакомая пиратка. Да, так одна знакомая пиратка. Я, наверное, была очень счастлива, когда она прикатила к тебе на своем пикапе. Будто рок-звезда. Ах, да, кстати, почему Нейтан Прескать на тебя взъелся? Я спалила его. С пистолетом. Позже тебе я все расскажу. Так. Ну, ибанутая неделька. Что еще от этого снегопада был? Кстати, об антиутопиях. Это автомобильный кинотеатр устраивает марафон по планете обезьян. Ну что, поедем обезьяничать? Да, вот, все. Окей. Теперь... Что ж, была куда легче, чем я думал. Класс, потом напишу все подробности. Все, спасибо. Так, лкаем сесть в автобус. Хорошо. Великолепно. Куда же мы идем? А, да, в это. В кафешку два каких-то супер-пупер-кита. Что же Дэвид говорит с Нейтаном? Мне добро, наверняка, это как будто связано с Кейт. Так. Эти две сволочи там что-то болтают. Нихерашечки они... То есть, ты понимаешь, Нейтан, гондон молодой, короче, вот болтается со старым гондоном под названием Охранник. Хе-хе-хе-хе-хе. Вообще ржачка. Окей. То есть, охранник Нейтан... Это наши враги, как бы. Ни в коем случае. С ними нельзя связываться нам. Видите, нам уже смски шлются. Охеренно какие, очень жесткие. Ну, ничего. Ничего. За это нас, я думаю, не убьют. Так, хорошо. Значит, мы едем куда-то на школьном автобусе. Хе-хе-хе. Окей. Окей. Прикольно, приятная музычка. Реально, в данной игре очень классные саундтреки. Куда-то мы едем. Скорее всего, в кафешку в два кита. Так, перевозка Академии Блэквелл называется. Автобус такой школьный. Студенческий автобус, возможно. Окей. Вот тот маяк. Да ладно, не переживай. Все будет хорошо, Макс. В принципе. Окей. Ну, все, приехали. Даже не пытайся его украсть. Он мой. Даже не питая надежд. Кто это там говорит? Я стану миллионером. Надеюсь, кому-то... Кстати, перемещение во времени заскучно или капли не изменилось? Старик. Женщина какая-то. Окей. Кафешка в два кита закусочная. Открытая, круглосуточная. Такой бар, знаешь, бар. Так, окей. Можем так. Сюда мы не можем выйти. Можем пройтись. Э, тихо, мать твою. Чего ты толкаешься? Подожди. Газета. Мужчина. А нахер нам с незнакомыми-то разговаривать? Так, вперед. Окей. Так, где ты тут, Кейт? Эх, эти запахи. Звон ложек. Мне будто снова 13. Тревор, так, там, нам что-то пишут. Забей столик. Маман тебя накормит. Очень уже, надеюсь, повезет, если ты хоть к полу не появишься. Окей. Чего у нас тут? А солюнки текут. Так бы все вы съела. Ну, не знаю, я пончики бы выбрал. Музыкальный автомат. Можно музыкальный автомат? Тетя, пожалуйста. Я хочу пожраться. Я хочу пожраться, пожалуйста. Ты меня видишь? Либо как парень? Можно со всеми поболтать? Футболка. Кейт Марш уже давно люблю тебя. Смазывай. Смывайте, раз сытин на пол. Люблю хули... Хулиганить. Рэчелл должна мне... Минет. Как и твоя мама. Господи, что это мерзость. Фу, какая гадость. Граффити. О, фото. Граффити. Прикольная тема. Так, че у нас там? Круто. Получено новое достижение. Вообще, обожаю получать достижения в плане игр. Это такая, знаешь, такая штука манящая очень. Сделал фото и... Так, Академия Гейса несет члены. А, Аркадия Геи. Так, окей. У нас тут много чего вообще. В принципе... Давай... Это... Столик. Так, диван. Присядем. В принципе-то. Что-моему, кто-то на нас смотрит. А, вот. Это... Мама Кейт, вроде. Так. Хорошо. А, вот и она, очаровательная юная леди. Как твои дела, Макс? Привет, Джойс. Приятно снова тебя видеть. Ты все та же. Мне все та же официантка в двух китах даже столько лет спустя. Нет, все так же прекрасно. Отлично, дед, детка. Остроумнее ты не растеряла. Хотелось бы только, чтобы ты помогла спасти Хлою. Вчера ее застукали за Куревом. Опять. Я знаю, Хлоя рассказывала, что отчим ударил ее. Жаль, что твое знакомство с Дэвидом было именно таким. Надеюсь, у тебя будет шанс увидеть его собственными глазами на глаз... Не глазами, Хлоя. Он хороший человек. Просто, конечно, раз вы вышли за него только что, надеюсь, с Хлоей так суровым. Хорошо, что ты здесь. Я надеялась, что ты сможешь повлиять на нее с лучшей стороны. Обязательно обещаю. Я знаю, что вам с Хлоей пришлось непросто. Простите, что не звонила. Предки сейчас светли, а я здесь сама по себе. Карма, видимо. Ни о чем не жалей, ты стала жить дальше, как и после смерти Уильяма. А вот Хлоя... Хлоя предпочла злобу в любом случае. Я надеюсь, мы будем видеть тебя чаще. Хлое нужны старые друзья. Джойс, я сожалею о Уильяме. У меня остались о нем замечательные воспоминания. Рада слышать, Макс, что чудесные воспоминания это подарок нам. Даже если Хлоя этого еще не понимает. Хлоя... Хлоя понимает. Просто ей нужно время. Я понимаю, как вам из-за этого трудно. Она прошла через все фазы. Исключение из школы, побеги из дома, наркотики, плохие парни, татуировки, пирсинг. Синие волосы. Теперь же она бунтует против своего отчима. Я ее не виню, то есть... Почему? Что Хлоя тебе рассказала? Да ничего. Хлоя не обязана докладывать мне обо всем. Просто я знаю Дэвида по Блэквиллу. Ты знаешь, что произошло? Дэвид дал Хлое пощечину. Он облажался. Но Хлоя спровоцировала Дэвида. А то, что еще не справедливо, она сполна заплатила на войне. Он беспокоился за нее, как из-за остальных студентов. Не имел... Так. Так, Кейт Марш, понимаете. Ай, стой! Не-не-не-не-не-не, куда? Хлоя любит. Не-не-не-не-не, я не хотела там отвечать. Ты че? Хочу лишь... В итоге мы стали семьей. Полагаю, это лишь вопрос времени. Отмотай время вспять, прошу. Я не хотела отвечать на этот вопрос. Так, омлет с беконом, бельгийская вафля. Либо может оставить тут вопрос. Хотя... Да, наверное... Да, оставим тут вопрос, не будем отматывать время. Давай омлет с беконом... Бельгийскую вафлю, пожалуйста. Последний раз я ела хорошие бельгийские вафли здесь 13 лет. Так что вафлю в студию. И теперь допивай свое кофе. Окей. Хорошо. Че, меню граффити. Одну бельгийскую вафлю, одна граффити ботана. Похоже, здесь был Уоррен. Так, какой-то чувак тут. Обожаю. Че-то там, данную еду в этом ресторане. Единственное, что изменилось в меню, цены. Ну, такие нихеленькие цены, я тебе скажу. Че-то тут даже за 6 баксов что-то. Утренний чизбургер 525. Ну, довольно-таки да. Дороговастенько. Дороговастенько. Окей, мы можем выпить. Кофеек. Это словно доживи в четырех изменениях. И разом возвращаюсь в прошлое. Я разом возвращаюсь в прошлое. Это закусочная, а не бар. А у вас пива нет? Похоже, так и накачалось. Хватит с тебя и бекона. Окей. Че, скоро нам там вафлю бельгийскую принесут? Давай-ка еще выпьем. Заказ готов. Окей, хорошо. Так. Ура, бельгийская вафля, бельгийская вафля. Я слышу твое чаще живое, ты уже отсюда, Макс. Держи, тебе понравится. Спасибо. У меня сленки текут, как у младенца. Все, не могу поверить, что ты уже девушка. Когда я смотрю на фотографии Хлои... Поменяешь дьявола. Мама и Макс снова вместе. Хлоя снова в поисках бесплатного обеда. Расплачивайся, будешь своими деньгами на колледж. Я ее угощаю. Вот уж нет, это я тебя угощаю за то, что ты вернулась, чтобы спасти мою дочь. Мне никому не нужно спасать. До тех пор, пока ты своим гурьем всю комнату не спалишь. Господи, опять ты шарманка. Все же пипелом не хватило. Че, лекции, называй его по имени. Сегодня с тебя хватит одного куска бекона. Ну да. А вы, ребята, все те же. Еще один повод взорвать что-то там, окей. Что это за херня играет? Вот это уже другой разговор. Давай обсудим твои суперспособности. У меня нет никакого объяснения. Я не могу объяснить, почему у меня проявился этот гребаный торнадо. Да тебе наверняка это все показало. Мне нужно доказать за то, что ты можешь это сделать. Все происходит так быстро. Ничего с малого, прямо здесь, сейчас. Я могу назвать все, что лежит у тебя в карманах. У тебя рентгеновское зрение, чувиха? Даже я не знаю об этом. Посмотрим. Окей. Чего у тебя в карманах может лежать? Ну, Макс, удиви меня. Ключи. Блеска для губ. Жевательная резинка. Жевательная резинка. Старая жвачка. Мимо. Не впечатлена. Ладно, госпожа экстрасен, задавай-ка я покажу, что в них на самом деле. Окей. Сигареты. Какие-то брелки. Я бы... Я бы... Так, ведь... Я чуть-чуть... Окей, ладно. Не успеваю за диалогом. Ничего. В чем муки? Мы можем взглянуть, что у тебя там. Ладно, Макс, внимательно все изучи, ничего не забудь. Сигареты. Так, окей. Панда с ключами. Сигареты. Какие-то... Ну, монетки. Окей. Эм... Чё это предупредительный лист? Окей. Чё это за... А чё это за лист? Время... 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 Ваш транспорт припаркован запретный... Опять ей штраф пришел. Окей, теперь отматываем с пять. Хорошо. Окей. Спокойно. Итак, я расскажу тебе, что у тебя в карманах. Ну ладно, Макс, я вся... Внимание. Сигареты. Ты наверняка таскаешь с собой сигареты. Да, ты и так знаешь, что я курю, насколько у меня сигарет. Ты охерел? Семь сигарет вроде. Суперспособность, которая позволяет считать из сишки. Потрясно. Что-нибудь... Что-нибудь еще? Штраф за парковку. Талон за парковку. Ты отлично меня знаешь, но... Когда именно меня спалили? Ох, твою жма. Ох, твою жма. Давай в 6.42 ответим. Такую рань меня и пушкой бы не разбудили. Ладно, госпожа экстрасенс, давай я покажу, что у них... Ой, блин, погоди, а чё у тебя там? Давай-ка запоминать. Ключи с пандой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сигарет. Монеты, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять монет. И в 10.34. Окей. Погнали. В 10.34 эти... Эээ, вот. Окей. И у Хоу Макс, можешь определять время. Даже сломанные часы дважды в день бывают правы. Что это быть, черт возьми? Окей. Ключи. Ключи от машины. Они... Фу, они слишком просто. Мне нужны подробности, опиши мой брелок. Брелок панда. Милый робот панда. Неплохо, Супер Макс. Кофер везучая, ты чертовка. Что еще? Ну и деньги у тебя лежат. У тебя есть мелочь. Ну конечно, я ж пиздец, края богатая. Сколько именно? Откуда мне знать, сколько у тебя там? Окей, там лежало 10 монет, в основном... 25 центов. В молоком. Ладно, госпожа Ксрэн, давай-ка я покажу, что там. Твою ж маааа, да ты чё, опять что ли? Подожди, а сколько мне по центам-то считать? Я-то не знаю цент, извиняюсь. Окей, представим, что это 5 центов. Возможно, еще 5 центов. Либо 86 центов, либо что-то там еще. Значит, смотри, я уже тут проверил, 25 центов нет, 82 нет. 86 центов. А то я вижу на широкую ногу. Да, все, мы все сделали правильные ответы. Охереть, у меня буквально вся спина в мурашках. Офигеть. У тебя есть способности? Убери этот хлам со стола, Хлоя. Конечно, маа. Как еда, Макс? Даже вкуснее, чем я вспомнила. Хорошо сказано. Окей, блин, да я голоднее волком. Оно и видно. Глазам своим не верю. Ты должна показать мне что-то еще, что-то покруче, чтобы я поверила без вариантов. Я предскажу будущее. Не гони. А теперь внимательно следи за всем, что произойдет, чтобы поразить Хлою своей суперсилой. Так. Ага, ты снова разбил кружку. Серьезно, больше доливать не буду. Черт, мне теперь придется ответить и отложить завтрак. Эй, где мой напарник? Так, там полиция. Окей, проехала. Устраивай бойцовский клуб на улице. Он первый начал. А я закончу. Что еще? Все. Можем отматывать, да? Хорошо. Я предскажу четыре события, которые произойдут за следующие полминуты или около того. Джойс, так, роняет свою кровь. Полицейские. Тревор, дальнобойщик, роняет свою... И Джойс ругает его. Так, что происходит потом? Полицейского вызывают по рации, и он уходит, и он отвечает. Подожди, или он продолжает споиваться с пончика, и его напарник уезжает без него. Так, полицейского вызывают по рации, и он быстро выходит на улицу. Пипец. Я надеюсь, правильно отмечаю. Ладно, поглядим, как оно будет. Дерутся, и Джойс едет на... Эй, им пару оплеух. Так, а Джойс... Так. Окей. Джастин с Тревором дерутся, и Джойс дает им... Короче... Леща, окей. Все верно, так. Хорошо. Надеюсь, все верно. Так, кофе. Привет. Ты снова разбил, Крус, серьезно. Так, окей. Так, черт и бред, отведи отложиться. Где мой напарник? А, он уехал без этого! Не трогай меня, сучка. Устраивай бойцовский клуб на улице. Он первый начал. А я закончу. Окей. Подожди, может что-то еще произойдет тут, помимо этого? Какой-то чувак прошел в туалет. Стой. Это получше, чем то дерьмо. Окей. Похоже, наш музыкальный автомат полным ходом несется в рундук Дэвид Джонс. Чего ты ждешь? Подожди, а там что с автоматом? Там таракан! Там таракан! Там таракан был! Так, это получше, чем то дерьмо. Так, окей. Похоже, на музыкальный автомат полным ходом несется в рундук Дэвид Джонс. Окей. Ну же, чего ты ждешь? Блин! Твою налево! Все-таки мы неправильно ответили. А как нам надо? Как нам надо тогда? Давай-ка поговорим. Я предскажу четыре события, которые произойдут. Окей. Джойс роняет полицейский, роняет свою кружку. Тревор роняет... Дальнобойщик роняет свою кружку. Так, что происходит потом? Полицейского... Так, его напарник уезжает без него. Окей. Ладно, поглядим, что дальше. Джастин с Тревором... Так, Джойс осуждает их пыл. Все интереснее и интереснее. И вот теперь автомат сходит с ума, когда в него забирается таракан. Автомат заползает в таракан, и он сходит с ума. Вот. Странно, Макс, но давай поглядим, будет ли все так, как ты сказала. Погнали. Во, смотри, уже по-другому косценка идет. Косценка уже по-другому идет. От другого лица. Окей. Ты снова разбил кружку? Серьезно, так держать? Ты снова... Окей. Теперь мне придется ответить и отложить завтрак. И где мой напарник? Как ты говорила, сто пудов поехал за... Так уж, лепок. Страните бойцовский клуб на улице. Он первый начал, а я закончу. У Тревор с Джастином похожа любовь. Его таракан? Ты даже про таракана знала? Я клянусь верности Максу силам, данным ей. Это не игрушки, Хлоя. Мне нужно быть осторожнее с ними. Черт, Ас-2. Конечно, это игрушка. И лучший из всех. Ты можешь с кем угодно зажечь без обязательств. Отмотать время и бум. Будто ничего и не было. Повзрослей. Может, ты кому-то уже клеилась, а просто это не говорила? Ну да, конечно же. Ты можешь перемотать время, Макс? Это ж полный пиздец. Нам нужно поиграть. У меня нет времени. Да ты... Что ты говоришь? Ох, твой нос. Кокса нюхнула. Эй, ты в порядке? Переволновалась. Видишь, что переключается, когда мы снова тусуем вместе. Тогда пойдем в одно мое тайное убежище и протестируем твои способности. Нужен надежный напарник. Ланное чудо-девочка. Показывай дорогу в берлогу, Хлоя. Окей. Хорошо. Давай-ка, в принципе. Так, Хлоя. Ладно, Супергерл, пора наведаться в наше суберубежище. Да не вздумай отвечать. Нам нужно столько мест обойти, столько людей повидать. Ну же, пока мать снова... Это, окей, Кейт Марш из Блэквелла. Вот раз мне за пять лет не звонка, зато какой-то... Окей. Блин, чё так быстро диалоги идут? Я не успеваю. Марш из Блэквелла мне нужно, и без тебя есть с кем чё. Чё? Нет, ведь... Подожди, Марш из Б... Чё за... Пока, мам. Подожди, чё за Марш из Блэквелла? Это кто вообще? Кто? Свобода. У меня плохое предчувствие на счет. Одного неприятного звонка еще никто не это. И теперь за мной, юный и верный оруженец. Нам предстоит набрать твои силы в нужное русло и... Всё. Великолепно. ЛКМ покинуть закусочную. Всё. Окей. Чё это за мужик за нами следит какой-то? Окей. Интересно даже. Куда же мы отправимся? Куда же мы отправимся? На какую-то свалку машин, что ли? Не, реально. Очень интересно. Притормози, сестрица. Круче этого не придумать. Помедленнее. Подожди меня, если хочешь получить свой подарок. Ты можешь поворачивать время спять. Добро пожаловать в ржавое сердце Америки. Моё обитель вдали от всех. Дикую и необузданную. Это на тебя похоже. Макс, ты хоть представляешь, насколько это круто? Я вернул свою лучшую подругу, на которую, к тому же, мы не знаем надолго ли. Вот именно поэтому пора развлечься. Это немножко плохо, что... Наша подруга хочет суперспособность. Ла. Может, Дэвид и ушлёпок, но ты его и пистолет украла. Аркадий Бэй теперь всё с оружием ходит. Только к тому не стоило бы вроде моего долбоящера-очима. Я пока не революционер. Ты и есть революция, Макс. Поэтому мы должны разобраться, что мы можем выжить из твоей силы. Да ну нахер. Да ну нахер. Реально не стоит. Клонёшь, фу. Ты такая милая, ни капли не изменилась. Не стоит, Л-Макс, реальный. Ладно, погнали. Найдёшь нам пять бутылок. Пиво и стрельба, отличное сочетание. Ты спрашиваешься, теперь найди нам пять бутылок, пожалуйста. Да ну нахер тебе эти бутылки? Окей. Там бутылки. И тут бутылки. Окей, ребятки, закончим мы на этом пока данную серию. Значит, довольно-таки круто. События развиваются у нас очень необычно и интересно. В принципе, на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok